15 лет назад в руки инженера-конструктора Натальи Богоносовой попал самоучитель по вышивке из лент. С тех пор это ее страсть. Собрав вокруг себя коллектив рукодельниц, Наталья Владимировна основала студию «Шелковый сад» и по сей день ею руководит. В разное время в коллективе занимались более 50 человек. Семеро из них представили на экспозиции свои работы из опластных лент и бисера. Сначала это было, ой, Наталья Владимировна, вы нам что-нибудь предложите, а мы тогда сделаем. А потом уже начали немножечко сами входить. Одной из учениц Светланы Богоносовой Елене Бахеревой любой к декоративно-прикладному искусству привели мама и бабушка. Она уже не первый раз участвует в подобных выставках и представляет свои работы. Пожалуйста, поплотная, тоже трудяги, еще все вам благодарственное письмо и календарь на наш высокостный год, чтобы он был. В кружок Натальи Владимировны Богоносовой я, как обычно, попала случайно. Хожу на такие выставки различных направлений, увидела, попала к ней как-то, увидела вышивку лентами и сразу решила, что я это хочу тоже освоить. Прозанималась где-то 4 года. Надеюсь, что освоила. Елена Викторовна не только создает вышивки с нуля, но и украшает рукоделие других. Например, часть платья, которое ее мама расшила бисером много лет назад, мастерица спустя годы сама доработала. Другое изделие создала бабушка героини. Его, участница выставки, украсила деталями из бисера. Двери творческой мастерской «Шелковый сад» открыты для всех желающих. Контактные данные можно найти в группе «Дома ремесел» в социальной сети ВКонтакте. Анна Педраза, Сергей Беляев, Служба новостей.